Докер Ильич, в этой студии мы не встречались уже почти полтора года. Вот в чем изменились, может быть, укрепились ваши взгляды по поводу значения общественной палаты в нашей области? За этот период люди узнали больше о общественной палате. Мы произвели понимание того, что и как мы должны делать. Это, я думаю, достаточно серьезные изменения в этом направлении произошли. По первому созыву частенько можно было услышать декоративный орган. Не успели избрать второй созыв, как уже говорят об ангажированности. Я считаю, люди пришли в общественную палату в нынешний созыв достаточно состоявшийся, я бы сказал, самодостаточный, чтобы не смотреть в рот власти. Я однозначно не считаю, что эта структура ангажирована. Тахир Алиевич Мамедов родился 21 января 1967 года в Азербайджанской ССР. С отличием закончил сначала Кировский педагогический институт, затем Московскую юридическую академию. Трудовую деятельность начинал рабочим с лаватской фабрики «Белка», затем служил в армии. С 1997 по 2002 год работал директором агентства защиты прав предпринимателей «Вят Юрсервис». В эти же годы преподавал в вузах города Кирова. Курс «Международное частное право». С 2002 года организатор и генеральный директор консалтингового центра группы компании «Про-бизнес-консалтинг». Член Президиума правления Вятской торгово-промышленной палаты. Член Совета Кировского регионального отделения Ассоциаций юристов России. С ноября 2010 года секретарь общественной палаты Кировской области. Женат, имеет двух сыновей. Вас избрали вторично. Это с одной стороны доверие, а с другой стороны будем говорить некие авансные перспективы с учетом наработанного опыта. И вот что изменилось или будет меняться в ближайшее время в стиле, политике, результативности работы палаты? Да, этот орган создан для того, чтобы инициировать гражданскую активность. На нашем примере, я надеюсь, что так оно будет, активных членов общественной палаты, которые ставят задачи и добиваются результата. И другие общественные объединения, общественные институты, они получат некий опыт, позитивный опыт реализации тех или иных задач, своих задач. Я считаю, что это достаточно серьезно повлияет на общественную среду. 22 ноября обновленный совет общественной палаты провел свое первое заседание. В него, в отличие от первого состава, вошли руководители всех комиссий палаты. Принцип формирования совета, он изменился. Многие мои коллеги настаивали на том, чтобы было меньше число комиссий по таким базовым, ключевым вопросам жизнедеятельности людей. Мы, наверное, нашли такой оптимальный вариант. На сегодняшний день 7 комиссий, действительно, по базовым, ключевым направлениям деятельности. И руководители этих 7 комиссий являются членами совета автоматически. И плюс, значит, секретарь и заместители секретаря входят в совет палаты. Даже перечисляя комиссии, это, наверное, все равно, что перечислять основные направления деятельности палаты. Крупное такое направление – это развитие гражданского общества, комиссия по вопросам развития гражданского общества. Дальше вопрос, связанный с общественной экспертизой и общественным контролем. Много есть примеров. Много у нас в предыдущем созыве делалась работа в этом направлении. Это и законопроекты, это и устав области, который обязательно проходит экспертизу в общественной палате. Без этой экспертизи не принимается устав Кировской области или изменения к уставу. Вопрос контроля, общественного контроля. Мы считаем это очень важное направление. Сейчас принимается федеральный закон, предполагается принятие федерального закона об общественном контроле. Мое глубокое убеждение, и коллеги это поддерживают, что во главу угла мы должны ставить не администрирование той или иной сферы, а проблемы человека. Например, медицина недоступна. Но я считаю, что, например, если есть такая проблема, мы не должны, на мой взгляд, общественники, не должны учить власть, как сделать, чтобы медицина была доступна. Это ваши проблемы, за это вы получаете деньги, за это вы работаете, это ваша обязанность. Вы говорите, не будем учить власть, наверное, эта позиция правильная. И в то же время, еще с прошлого созыва, фактически сохранив костяк, рабочая группа продолжает и фактически завершает уже подготовку проекта областной целевой программы по оказанию психологической помощи населению Кировской области, которая будет направлена в областное правительство. Это такой некий, знаете, на мой взгляд, идеальный эволюционный путь взаимодействия общества и власти. Много проблем, которые мы изучали, так или иначе сталкивались с тем, что людям порой очень не хватает элементарно помощи словом знающего человека, профессионального психолога в данном случае, который мог бы помочь человеку в преодолении тех или иных его проблем в сложной жизненной ситуации. И вот мы объединили усилия общественности, общественной палаты и профессионалов и создали при общественной палате рабочую группу. И от имени рабочей группы мы обратились к губернатору области о том, что есть необходимость в такой областной целевой программе. Через некоторое время я получил одобрение. На сегодняшний день у нас готова концепция психологической поддержки населения. То есть вот в ближайшее время мы передаем правительству для принятия соответствующего документа. Вы не раз высказывали претензии к средствам массовой информации. Вот только одна цитата. Некоторым современным СМИ ничего не стоит озвучивания и тиражирования субъективной и недостоверной информации происходящих в событиях. Я знаю, что в определенной степени эта позиция сыграла роль, и по вашему предложению Советом Палаты была фактически создана и утверждена межкомиссионная рабочая группа по информационной политике общественной палаты. На самом деле очень много проблем, и я так понимаю, вам лично представить с этими проблемами уже не как представитель ГТРК, но и как теперь руководитель этой рабочей группы заниматься. Мне кажется, многие СМИ, большинство, заигрывают со своими слушателями, зрителями, читателями достижения человека труда. Но не столь интересно, как интересно, кто кого там зарезал и куда спрятал нож. То есть все эти подробности детективной жуткой истории, которые происходят рядом с нами, с нашими соседями, знакомыми и так далее, и так далее. Ну, так называемый трэш. И я считаю, что вот такое заигрывание, оно безответственно и безнравственно. Это мое глубокое убеждение. СМИ не может по принципу, извините, одна баба сказала. Это недопустимо, это безнравственно. Если врач делает ошибку, когда лечит больного, он вредит здоровью одного человека. Если средство массовой информации допускает грубейшие ошибки, они вредят неограниченному кругу лиц. Вот про врача вы мне как-то так сразу напомнили такой случай в виде анекдота, когда у врача висело большое-большое такое объявление. Уважаемые пациенты, пожалуйста, не делитесь симптомами своих болезней, потому что после этого диагноз установить крайне сложно. Как будет вырабатываться какое-то единое мнение, позиция палаты между пленарными заседаниями? О диагностике событий, если уж мы врачебной опять терминологиям говорим. Получая ту или иную проблему, резонансную, любую, на которую общественная палата должна дать свою реакцию, мы тут же будем направлять эту проблему в соответствующую комиссию с привлечением экспертного корпуса. Я думаю, что мы в ближайшее время этим вопросом плотно займемся. И вот пользуясь случаем, я обращаюсь к всем, кто считает такую работу для себя возможной и необходимой. Нам очень нужны эксперты по различным сферам деятельности. Так что с привлечением экспертов и соответствующей профильной комиссии мы сформируем некий рабочий материал или рабочее мнение. А дальше идет официальная процедура согласования с членом палаты. У нас эта работа очень хорошо поставлена, аппарат работы работает замечательно. В течение суток, в принципе, любое мнение можно сформировать по сложному вопросу. Я здесь проблем не вижу. Ну, кстати, на сайте общественной палаты 30 октября вы обратились к населению, может быть, даже как-то так вызывая огонь на себя, что ли, да? А чтобы выражать мнение общества, нужно его как минимум узнать. Безусловно, да. Это способ нашего взаимодействия. Но, к сожалению, к огромному сожалению, Владимир Георгиевич, мы не получаем такого вала обращений, что вот люди видят, есть проблема, давайте вместе эту проблему решим. Давайте, например, там, связанной с чистотой на улицах, там, с чем-то еще, вот такими проблемами, очень редко обращаются. И в этом смысле, конечно, есть определенный голод, инициатив, голод, инициатив, я бы его назвал. Ну, есть такое крылатое выражение улицы с двусторонним движением. С одной стороны, от общества к власти, с другой стороны, как говорится, прокачивание каких-то вопросов на уровне общественного мнения. Мне очень импонирует вот подход правительства Киевской области, те или иные социально значимые законопроекты, которые предполагается принять, либо законопроекты вноситься в ЗАГСобрание, либо постановление о правительстве Киевской области планируется принятию. Мы получаем, значит, запрос с просьбой провести общественное слушание. Очень много примеров, вот, и закон о митингах мы проводили буквально, там, в октябре месяце, закон об охране здоровья граждан. То есть те законопроекты, либо постановления, которые имеют значение для населения Киевской области, мы получаем от правительства Киевской области такую просьбу, рекомендацию проведения общественных слушаний. И мы проводим, с вами вас заявили, что там проходят достаточно жаркие споры, дискуссии по разным моментам, и они потом в качестве рекомендации от имени общественной палаты предоставляется правительство и включаются в эти нормативно-правовые акты. На открытии нашего седьмого областного фестиваля на семи холмах средств массовой информации выступал Алексей Усенков, известный ведущий, автор программы «Сам себе режиссер». И он сравнил СМИ с проводниками, которые всегда под напряжением, а чтобы не перегорать, заземляться нужно, к народу ближе. Вот в какой-то степени и у общественной палаты похожая задача, но она еще, мне кажется, сложнее. Регулировать это напряжение между властью и обществом, не допуская коротких замыканий, возгораний и обрывов связей. Практически весь срез общества представлен в общественной палате. Так или иначе, за каждым из этих людей стоит некая система отношений. С заземлением у нас проще, чем у средств массовой информации. Вот это для средств массовой информации серьезная задача. Как же эту задачу решить? Как заземлиться? И в этом смысле мы предлагаем свои услуги, что нам взаимодействовать плотнее со средствами массовой информации, потому что общественная палата – это некий сгусток общества. В данном случае можно было бы более или менее объективно сформулировать мнение по тем или иным вопросам. Регулирование напряжения, я понимаю, это таким образом, что где-то надо генерировать дополнительное напряжение, чтобы ускорять процесс, а где-то, наоборот, снимать то ненужное напряжение, которое гонит волна наиболее каких-то там активных, в кавычках, элементов. Вы знаете, вот лучше не скажешь. Очень часто и на практике были такие случаи, и на моей практике, когда я высказываю лично свое мнение как гражданина, просто даже не как члена, не как секретаря общественной палаты. Это моментально ассоциируется позиция общественной палаты, что очень неверно. Потому что я не смею думать так, что так, как я думаю, думают все члены общественной палаты. У нас у каждого может быть свое мнение. То же самое касается других членов общественной палаты. Нельзя идентифицировать мнение одного члена палаты с мнением всей палаты. Ну, Тахир Ильич, согласитесь с тем, что вы не можете тоже так менять таблички, так сказать, секретарь общественной палаты, директор консалтингового центра. Кстати, хочу подчеркнуть, что вопрос поднимался, ведь на пленарном заседании перейти на какую-то там постоянную основу. И, кстати, ваша позиция и позиция большинства членов палаты работают только на общественных началах. Кроме небольшого аппарата, который получает заработную плату, который помогает чисто технически и в том числе информационно, все остальные работают просто так. Я даже еще удивляюсь, когда вас в консалтинговом центре стали поменьше, наверное, видеть? Где вы директор? Ну, я на самом деле сижу у себя на рабочем месте, процентов 80 от времени, 20 вот на раз здесь вот так. Вот такой у меня расклад. Бывает, конечно, и другой расклад. А то, что я высказал на пленарном заседании, свое мнение, оно однозначно такое. Я считаю, что как только члены общественной палаты, его руководство будет получать заработную плату, а, значит, где-то там в кассе, которая находится в правительстве Кировской области, или там, то есть отношение к нам и внутреннее содержание работы, скорее всего, изменится. Как только члены и руководство палаты станут чиновниками, коль скоро они получают государственную заработную плату, то на этой идее можно поставить крест. В своем обращении к населению. Вы подчеркиваете, что общественная палата должна, учитывая интересы жителей Кировской области, выполнять свою миссию, стать реальной основой создания гражданского общества. Из этого я делаю вывод, что пока еще не стало. Да, мы далеки от идеала, конечно. Чего уж тут лукавит. Есть люди высокопоставленные, которые меня даже как-то спросили, а что это такое общественная палата, не говоря о простых людях. И в этом смысле, и надо еще отметить, отметить, что первый состав или первый созыв и работа в первом созыве общественной палаты, это была, если хотите, некой прелюдии к работе. Я так считаю. И то, что сейчас мы с вами вместе делаем, то, что мы делаем, строим информационную политику, то, что мы строим точки соприкосновения с людьми, с гражданами и с общественными объединениями, то, на что мы сейчас больше делаем упор, они дадут результат через достаточно длительный отрезок времени. И в этом смысле превращение общественной палаты действительно в действенный инструмент, когда будет у палаты авторитет и у власти, и поддержка у власти, и у людей. И для этого нужно работать и работать, показывать результативную работу, не просто демонстрировать, что мы работаем. И в этом смысле как-то на одном из интервью я сказал, что мне иногда хочется, чтобы об общественной палате информации было чуть меньше. Избрали руководителя этой комиссии, что-то еще сделали, создали какую-то структуру. Это несодержательная новость. Сергей Ильич, несмотря на то, что ни одного члена общественной палаты от основных обязанностей никто не освобождал, я знаю, что у вас были претензии к отдельным членам первого состава с точки зрения их «активности» и знаю достаточно жесткую позицию, которую, наверное, можно выразить примерно так. Не хочешь – не можешь – уходи. Носить регалии как погоны, не служа обществу, занятия для личности, может, и престижные, а для общества и власти абсолютно бесполезны. Вот я так интерпретирую вашу мысль. Да, я считаю, что так оно и должно быть. У людей с определенной жизненной позицией, которые и опытом жизненным, которые сейчас находятся в общественной палате, я думаю, что хватит и мудрости, и мужества в какой-то момент, в жизненной ситуации, когда они не могут исполнить свои обязанности в качестве члена общественной палаты, сказать, подойти своим коллегам, сказать, коллеги, люблю, уважаю вас, но простите, не могу. Я считаю, что уважение к этому человеку возрастет в разы, нежели если он будет продолжать оставаться членом палаты и игнорировать в силу обстоятельств, подчеркиваю, значит, мероприятия палаты, и не заниматься вместе с нами, с активными членами палаты, той деятельностью, ради которой мы там собрались. Знаю, насколько вы теперь занятой человек, как в общественной деятельности, так и у себя на работе. Что-то хоть выкраиваете для себя, для каких-то еще там занятий спортом, для чтения? Конечно. Любой человек может успеть делать все. Просто надо себя жестко отрегламентировать в свой рабочий день. Просто надо делать. Надо делать, это естественно. Но и, безусловно, режим. Вопрос режима никто не отменял. Если, вот знаете, не в попад, побежал туда, побежал сюда, это неверно. Люди считают, что если одновременно несколько там дел сейчас буду вести, и все успею. Нет. Нужно просто четко себя отрегламентировать и поставить жесткие условия режима. Сколько спать, сколько работать, сколько этой работой заниматься, сколько этой работой заниматься. Я считаю, что вот если кто не успевает, пусть попробует, и получится. Я вам желаю сохранять режим и добиваться успехов. Спасибо большое. Спасибо за интервью. Субтитры подогнал «Симон»